Опасаясь властолюбивых замыслов Гедемина, князья российские, Владимир и Лев, хотели предупредить их, и в то время, как он воевал с немцами, напали на Литву. Владимир опустошил берега Вилии. Лев взял Брест и Драгичин, бывший тогда уже во власти Гедеминовой. Сей мужественный Витязь в 1319 году победою, окончив войну с орденом, немедленно устремился на Владимир. Где княжил тесть Любортов. Под стенами оного началась битва, в кои татары стояли за российского князя против россиян, ибо Гедемин имел палачан в своем войске, а князь Владимирский — наемную ханскую конницу. Густые толпы литовцев редели, осыпаемые стрелами татарскими, но Гедемин, поставив ряды пехоту, вооруженную прощами и копьями, обратил моголов в бегство. Рассияни замешались. Тщетно жены и старцы, зрители битвы с городских стен кричали им, что она решит судьбу Отечества. Князь Владимир, оказав мужество достойное героя, пал в сражении, и войско, лишенное бодрости, рассеялось. Город сдался. Гедемин, поручив его своим наместникам, спешил к Луцку, откуда Лев, устрашенный несчастьем Владимира, бежал к брянскому князю Роману, своему зятю. Граждане не оборонялись, и победитель, изъявляя благоразумную кротость, уверил всех россиян в безопасности и защите. Утружденное войско его отдыхало целую зиму. Наградив щедро полководцев, он жил в Бресте и готовился к дальнейшим подвигам. Как скоро весна наступила и земля покрылась травою, Гедемин с новою бодростью выступил в поле, взял Овруч, Житомир, города Киевские и шел к Днепру. В Киеве властвовал Станислав, один из потомков святого Владимира. Он имел время призвать моголов, соединился с Олегом Переяславским, с изгнанным князем Луцким Львом, с Романом Брянским. В верстах в двадцати пяти от столицы на берегу Ирпини встретил неприятеля и долго спорил о победе. Но отборная дружина литовская, ударив сбоку на россиян, смела их. Олег положил голову на месте битвы. Лев также. Станислав и Роман ушли в Рязань, а Гедемин, отдав всю добычу воинам, осадил Киев. Еще жители не теряли надежды и мужественно отразили несколько приступов. Наконец, не видя помощи ни от князя Станислава, ни от татар, и зная, что Гедемин щадит побежденных, отворили ворота. Духовенство вышло со крестами и вместе с народом присягнуло быть верным государю Литовскому, который, избавив Киев от иго-моголов, оставил там наместником племянника своего, Миндова, князя Голшанского, верою христианина, и скоро завоевал всю Южную Россию до Путивля и Брянска. Сие повествование историка, не весьма основательного, едва ли утверждено на каких-нибудь современных или достоверных свидетельствах. Оно тем сомнительнее, что Баскаки Ханские, как видно из наших летописей, до самого 1331 года находились в Киеве, где господствовал тогда не Миндов, а князь Российский. Не зная, когда именно литовцы овладели странами днепровскими, знаем только, что Киев при Дмитрии Донском уже был в их власти, без сомнения и Черниговская область. Таким образом, наше Отечество утратило и надолго свою древнюю столицу. Места славных воспоминаний, где оно росло в величии под щитом Олеговым, сведало Бога истинного посредством святого Владимира, прияло законы от Ярослава Великого и художество от греков. Что касается докнижения Владимира Волынского, то оно, в противность ложному сказанию литовского историка, вместе с Галицией ее еще несколько лет хранило свою независимость и силу. Владетели его, Андрей и Лев, представились около 1324 года. Об них-то король польский Владислав Лакеток говорит в письме к папе Иоанну XXII. «Извещаю ваше святейшество о кончине двух последних князей российских, бывших для нас твердую защитой от свирепости татар. Сии жестокие враги христианства без сомнения пожелают ныне овладеть Россией, смежную с нашими землями, и мы будем в величайшей опасности». Но Андрей и Лев оставили малолетнего наследника именем Георгия, праправнука Даниилова. В дружеских латинских грамотах к великим магистрам ордена немецкого, скрепленных печатями епископа, княжеского Пестуна и воевод Бельского, Перемышльского, Львовского, Луцкого, он писался природным князем и государем всей Малой России. Обязываясь предохранять землю рыцарей от набега моголов, употреблял печать Юрия Львовича, своего деда, и жил то во Владимире, то во Львове. Бояре в малолетстве его управляя княжеством не дерзнули остановить гибельных для Южной России успехов литовского оружия, довольные тем, что Гедемин не отнимал собственных областей у Георгия, Любартова Шурина, как вероятно, и надеясь, может быть, что сей чистолюбивый завоеватель, расширяя свои владения к востоку и сближаясь с татарскими, обратит на себя грозную силу хана, или погибнет, или счастливым противоборством ослабит ее. То и другое следствие могло казаться благоприятным для нашего Отечества. Но хитрый Гедемин умел снискать дружбу моголов. По крайней мере, никогда не воевал с ними и не платил им дани. Властвуя над Литвою и завоеванную частью России, он именовал себя великим князем литовским и российским. Жил в Вильне, им основанный. Правил новыми подданными благоразумно, уважая их древние гражданские обыкновения, покровительствуя веру греческую и не мешая народу зависеть в церковных делах от митрополита московского. Украшал новую столицу свою, ловил зверей в дремучих лесах и, желая прекратить всегдашнюю, кровопролитную и бесполезную войну с немецким орденом, писал к папе Иоанну. «Одолевая христиан в битвах, я не хочу истреблять веры их, а только защищаюсь от врагов, подобно всем другим государям». «Монахи доминиканские и францисканские окружают меня. Даю им волю учить и крестить людей в моем государстве. Сам верю Святой Троице, желаю повиноваться тебе, главе церкви и пастырю царей. Ручаюсь из-за моих вельмож, только усмири злобу немцев» и прочее. Иоанн, обрадованный столь благословенным известием, отправил в Литву епископа Олецкого Варфоломея и Бернарда, игумена Пюйского. Но Гедемин, вновь раздраженный неприятельскими действиями и вероломством прусского ордена, вдруг переменил мысли, встретил послов Иоанновых весьма немилостиво и сказал им, «Я не знаю вашего папы и знать не желаю. Исповедую веру моих предков и не изменю ей до гроба». Потупив глаза в землю, они должны были удалиться. И с того времени Гедемин слыл в Европе коварным обманщиком. Впрочем, история отдает справедливость многим его достохвальным делам и качествам. Он старался образовать народ свой, дозволял гонзийским купцам торговать в Литве без всякой пошлины, призывал людей ремесленных, серебряников, каменщиков, механиков, на десять лет освобождал всех новых поселенцев от Дани, ручаясь им за безопасность личную и целость собственности, которую они приобретут своим трудолюбием. Давал им гражданское право Риги и все возможные выгоды. Построил для христиан церкви в Вильне и Новогородке и, не терпя монахов, под видом набожности, скрывающих злое корыстолюбие и сердце развратное, любил инаков добродетельных, не мешая им распространять веру Иисусову. Любил хвалиться верностью своих обещаний и ставил себя христианам в пример честности. Сие обстоятельства известны нам по грамоте, данной им в 1323 году Любекским, Ростокским, Штетинским и другим немцам за его княжескую печатью. Нет сомнения, что вся древняя область Кривская или нынешняя Белоруссия уже совершенно зависела от Гедемина. Но, держась правил умеренности в своем властолюбии, он не хотел изгнать тамошних князей и, довольствуясь их покорностью, оставлял им уделы наследственные. Так в 1326 году с братом его, воином, приезжали из Литвы в Новгород для заключения мира князь Полоцкий Василий и Минский Феодор Святославич, вероятно, потомки святого Владимира от племени Рогнедина сына Изеслава.